Всем привет, это Sound by Elect, и если вам нужно сведение трека, то теперь вы знаете, к кому обращаться. Сейчас я покажу вам, почему Cubase это лучшая программа для сведения и работы с музыкой в целом. Итак, предположим, что у нас есть минус, мы записали под него голос, и у нас совсем нет никакого слуха для того, чтобы этот голос потюнить. Сейчас давайте послушаем этот кусочек, чтобы понять, что он в целом из себя представляет. И, кстати, в конце видео я покажу вам, как я свел этот фрагмент, но, правда, там было немного больше дорожек, а для вас я взял всего лишь одну для того, чтобы было удобнее показывать. Погнали! Послушали, поняли, что он нуждается в тюнинге, и, собственно, давайте начнем. В Cubase 12 появилась такая фишка, как определение тональности и аккордов с помощью трека аккорд. Нажимаем добавить трек, как обычно мы добавляем какую-либо дорожку, добавляем трек аккордов. Теперь перетаскиваем минус на трек аккордов. Трек аккордов просканирует наш минус и определит сейчас аккорды, которые в нем есть, а также тональность. Мы видим, что это E-minor, то есть по-русски Mi-minor. Теперь переходим к нашему голосу, нажимаем на него два раза и видим здесь Vari-Audio. Сканируем наш голос через Vari-Audio, и Vari-Audio, как мы видим, выдал нам некоторые квадратики. Эти квадратики отражают ноты голоса, с которыми мы будем работать. Теперь переходим вот сюда, нажимаем на палитру и выбираем лады аккорды. Как мы видим, цвет нот поменялся. Теперь переходим вот в этот вот раздел, нажимаем ладовый помощник и нажимаем вот на эту кнопку. Я не вижу, что здесь написано, потому что у меня плохое зрение. Как мы видим, цвет ноток поменялся снова. Теперь у нас появились зеленые и серые ноты и были красные ноты. Красные ноты это те ноты, которые не входят ни в тональность, ни в аккорд. То есть лучше бы их не было. Серые ноты это те ноты, которые входят в тональность. Зеленые ноты входят и в аккорд, и, соответственно, в тональность. И теперь, руководствуясь этими знаниями, давайте попробуем выровнять наши ноты так, чтобы голос звучал приемлемо. Сразу можем убедиться в том, что красная нота звучит чуть выше, чем нужно. Некоторое количество слуха нам все-таки потребуется, потому что, например, вот эта зеленая нота, которая, напоминаю, входит в аккорд, который расположен здесь, на 21 такте нашей песни, она эстетически звучит не очень хорошо. То есть давайте послушаем еще раз. Она звучит слишком высоко, я попробую ее опустить. Да, уже звучит лучше. Еще, как вы могли заметить, я пропустил некоторые красные ноты. Я проигнорировал ноты с вот такой вот огибающей. То есть вот эта огибающая, она более точно показывает нам высоту звука, который располагается в этом квадратике. Послушаем, что это за звук. Это буква Z. Такие буквы лучше избегать и не тюнить их вообще, потому что этот звук не имеет тона. То есть это просто шум. То есть нам не нужно выравнивать их по высоте. И лучше в целом этого избегать, потому что при любом малейшем воздействии на такие звуки могут появиться искажения, и они будут звучать неестественно. Еще у нас есть вот такой вот звук. Давайте его послушаем. В целом этот звук можно подровнять, но нужно следить за тем, чтобы он не испортил наше звучание, чтобы оно осталось натуральным. Послушаем, как это звучит в совокупности. И теперь подровняем тот звук вместе с предыдущей нотой. Сделаем более такой электронный. Большой разницы нет, но все-таки мне бросается в уши немного ненатуральное звучание. Но в целом можно оставить так. Следующий звук — это буква «Б» и какое-то еще мычание. Я не знаю, как оно правильно называется. Скорее всего, у этого звука есть какое-то название. Такие звуки я оставляю нетронутыми, потому что, опять же, это придает неестественности нашему звучанию и не дает никаких преимуществ при выравнивании такого звука. Ну вот и все. Я показал вам принцип того, как происходит коррекция вокала в программе Cubase. Все остальное будет зависеть только от вашего опыта в музыке в целом и опыта работы с этим инструментом. Всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. И сейчас я покажу вам, как и обещал, то, как я свел этот фрагмент песни. Приятного прослушивания. Субтитры создавал DimaTorzok